Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Дусенко, и совсем недавно, общаясь со своим близким другом Александром Белановским, который как раз находится на втором экране, который вы видите, это известный эксперт в области личной эффективности, управления, бизнесмен, автор книг. И самое главное для меня, это человек с очень острым и тонким умом, а еще это человек, который любит говорить о том, что он на самом деле думает, невзирая на какие-то принятые правила или установки, что, например, нельзя говорить о том, что нельзя. Наоборот, мы с ним решили говорить о том, о чем все может. Саша, доброе утро! Да, привет! Привет, Роман! Здравствуйте, все, кто нас сейчас смотрят. Очень приятно. Меня зовут Белановский Александр Сергеевич. Я, ну, во-первых, занимаюсь бизнесом уже более 25 лет. Основная моя стезя, скажем так, это продажи, создание отделов продаж, создание филиалов. Ну, и все, что с этим связано, это и вопросы мотивации, это и вопросы подбора персонала, и вопросы обучения персонала. То есть я за более чем 15 лет объехал практически всю нашу необъятную родину от Санкт-Петербурга до Красноярска. Если брать по вертикали, самый северный, наверное, был это Пермь, самый южный это Казахстан, это Алматы. То есть, наверное, нет ни одного города с населением там полмиллиона и выше, где я бы не работал хотя бы несколько месяцев за все это время. И я сейчас уже несколько лет веду свой собственный бизнес в онлайне, обучающий бизнес в онлайне, и пишу книги, вот, многие из которых стали бестселлерами. Это и книги по мотивации, и книги по продажам, и книги по подбору персонала, и книги по вот то, что больше всего сегодня интересует Романа по личной эффективности. То есть, огромный-огромный опыт, которым я готов делиться. Но сразу хочу сказать вам, что, во-первых, сегодня вы видите в записи то, что мы... Я, надеюсь, включил Роман записи? Или не включил? Включил, включил. Включил, хорошо. Он так посмотрел, типа, подумал, у меня что-то прямо это, что-то я значка записи не вижу. А он меня записывает через другое приложение. А, он у нас хитрый. Понятно. Значит, в записи вы смотрите, мы решили записать такой пилотный выпуск, чтобы собрать максимальное количество ваших вопросов, чтобы мы не просто здесь садились с Романом. Знаете, сейчас есть такая шутка в интернете, что если у вас в одной руке бокал пива, а в другой рюмка водки, то вам и лица касаться нечем. То есть мы могли бы, конечно, с ним сейчас в зуме сесть с пивом, там еще с чем-то и отлично посидеть. Но я думаю, что данные наши разговоры были бы мало кому интересны. Все-таки хотелось бы получить от вас обратную связь. Во-первых, во-вторых, мой довольно большой опыт работы не только с микробизнесом, но и с бизнесом, который относится к крупному бизнесу. Это и крупнейшие российские банки, и крупнейшие российские операторы сотовой связи, наши любимые абсосы. И, соответственно, страховые компании и торговые сети, он дает мне определенное право советовать, как правильно делать. Но, если, например, мы с вами возьмем, например, 2008 год, кризис, когда был кризис, мировой кризис, с которым, кстати, сейчас все сравнивают то, что происходит сегодня. Я считаю, что здесь далеко не все аналогии работают, по той простой причине, что то, что происходит сегодня вообще в истории человечества подобного не было. Ну, то есть, моры были, изоляции были, это все понятно. То есть, вообще, другой мир, другая реальность. Консолидации мирового сообщества не было, цифровизации не было. Не было такого именно всемирно направленных действий на решение одной проблемы даже среди стран, которые, собственно говоря, не то что друг друга не уважают, они еще там несколько месяцев назад там плевали друг на друга и абсолютно, так сказать, искренне произносили какие-то гадости в сторону друг друга. Тем не менее, сегодня все вместе, тем не менее, сегодня все борются с проблемами. И эти проблемы, которые сегодня возникают, первое, с большей частью из них, например, я уже сталкивался, это и кризис конца 90-х, когда рубль был 6, стал 18, это и кризис 2008 года, это и внутренний российский кризис 2014 года, когда все рухнуло в два раза там и так далее. Все это, мало того, что это проходило именно в реальном бизнесе, но еще и параллельно я со своей стороны помогал другим бизнесам, в том числе, еще раз говорю, крупным бизнесам, отстраивать систему работы в это время. И этот опыт есть, и сегодня мы, я думаю, что у Романа не меньше опыта. Я почему сейчас такой самовосхвалебный, ну, потому что, наверное, надо немножко представиться вам, и чтобы вы со своей стороны поняли, какие вопросы задавать нам с Романом. У Романа, думаю, опыта далеко не меньше, именно с работы с крупными бизнесами, наверное, даже больше, чем у меня. У меня все-таки основной опыт работы – это микро и, так сказать, микробизнес, малый бизнес, средний бизнес. Вот. Поэтому мы можем вам помочь, можем вам помочь не только советами, но и реальными, самое важное для меня, реальными примерами. Да, то есть, вот одно дело, когда сидит там какой-то мультимиллиардер в какой-то теплой-теплой стране, созерцает закаты и дает такие, знаете, советы из разряда капитан-очевидность, что надо ставить перед собой огромные цели там и так далее. Да, попробуй поставить перед своим бизнесом вот эти вот огромные цели, когда у тебя нет денег на зарплату и когда тебе нечем платить аренду и какие формулы захвата мира. То есть, сегодня нужны формулы спасения того, что есть, сегодня нужны формулы того, как можно сохранить клиентскую базу, как можно сохранить, соответственно, свой персонал, как можно сохранить хотя бы минимальные доходы своего персонала, чтобы люди оставались тебе преданными, да, ну и так далее, и так далее. То есть, вот это все мы можем вам рассказать, но так как слишком огромная, слишком объемная тема, все-таки хотелось бы, конечно, получить от вас обратную связь. Пишите в комментариях, Роман все это дело где-то у себя зафиксирует, и мы составим план вот наших эфиров. Супер, слушай, ну отлично. Восемь минут я прям тут сидел, как бы и притих просто-напросто от количества твоих регалий. Впечатляет, и все это, знаешь, как бы настраивает на деловой такой ритм. Давай попробуем сегодня просто посмотреть на мир немного такими, знаешь, не глазами людей, умудренных опытом, как ты сказал, сидящих под пальмами, только мы с тобой сидим в наших с тобой квартирах, вот. А реально вот, чтобы из каждого эфира коллеги, слушающие нас, руководители или владельцы собственных предприятий, больших, маленьких, неважно каких, все, кому удастся посмотреть на наш эфир, принимали какие-то, делали какие-то выводы, которые вот они просто услышали, взяли и начали внедрять прямо сегодня, чтобы уже получать вот этот маленький результат. И вот я тебе расскажу один кейс, который вот прямо сегодня идет. Я сейчас провожу обучение руководителей Росгострахбанка. Это банк, который позиционирует себя банком номер один для автолюбителей, и они занимаются как раз автокредитами. Но помимо автокредитов у них полная линейка, и сейчас многие руководители столкнулись с тем, что они, а, были закрыты офисы, и у них появилось много свободного времени, и в этот момент мы им положили первые серии про личную эффективность. Как только офисы стали вновь открываться, как только возникла работа, учеба стала отодвигаться на второй план, и они утром мне говорят на сессии, а мы не успели, а мы не могли. Хотя у нас на самом-то деле и сессия про личную эффективность, про то, что надо ставить планы, выполнять их развязываться. Как ты думаешь, вот в чем причина? Это что получается? Навязанное сверху обучение, ненужное, непонимание. Где, ты думаешь, кроется задача, чтобы люди все-таки внутри? Не мы, как бы, осознали, а они сами осознали, что у них есть в этом потребность? Ну, смотри, буквально вчера все новостные каналы, включая, ну, федеральные, я имею в виду те, которые официально зарегистрированы, я не беру анонимные какие-то, да, телеграм-каналы, я беру официальные. Ну, с медиа, так сказать. Все опубликовали статистику о том, что на сегодняшний день по Москве порядка 10% работающих граждан уже потеряли свою работу. Не совсем понятно, что они имели в виду. Потеряли они в прямом смысле или потеряли в косвенном смысле. Ну, например, там их отправили в неоплачиваемые отпуска, которые, скорее всего, закончатся неоплачиваемым увольнением там и так далее. Но, тем не менее, вот представьте, что каждый, и это официальные данные, да, то есть тут еще большой-большой вопрос, кто из нас, так сказать, доверяет, не доверяет этой официальной статистике. Можно смело на три умножать. Значит, но каждый десятый уже сегодня без работы, да. Так вот, бизнес крупных структур, да, бизнес крупных структур в России, в отличие от того, что происходит на Западе, ты, насколько я помню, обучался в Америке, проходил обучение и посещал. Я был и в Гугле, и в Амазоне, и в моя любимая компания, как они... Запас. Запас, да. Это был просто фейерверк. Просто когда вам проводят экскурсии по этим компаниям, нужно не... Как все, развесив уши, слушать вот ту лапшу, которую вам вешают, а нужно просто задавать правильные вопросы. Вам рассказывают о том, что вот у нас сотрудники, там, они бесплатно пьют кофе, мы им бесплатно ремонтируем ноутбуки, там, и так далее, и так далее. А когда у них спрашиваешь, ребят, а как у вас дела обстоят с KPI-ми? И что бывает с теми, кто не выполняет KPI, да? И тут сразу такая мордочка человека, ведущего экскурсию, она так немножко грустнеет, но он не может не ответить, да? И оказывается, что вопросы KPI-ев у них в том числе, в том числе, и везде есть KPI по личному самообразованию. То есть ты обязан, обязан уделять какое-то количество времени в день на то, чтобы заниматься личным самообразованием. Если ты этого не делаешь, тем более, если ты не выполняешь, там, какие-то KPI по количеству звонков, там, по количеству обработки заказов, по количеству переложенных бумажек с одного на стола, на другой, и так далее, и так далее, у них есть такие политруки. Эти политруки у них называются психологами. Тебя вызывают к этому политруку, и политрук тебе говорит, слушай, родной, а что это ты такой нелояльный к нашей компании? Мы тебе и кофе, мы тебе и ноутбуки ремонтируем. А что это у тебя с лояльностью-то, родной мой? Видно, у тебя что-то там с головой неправильно. Мы тебя на карандашик, первую галочку тебе поставили, и когда у тебя будет три галочки, ты идешь лесом. И в этой ситуации люди понимают, что да, мало того, что он за день должен обработать 100 тысяч звонков, он за день должен внести 15 предложений по улучшению, он за день должен выучить 25 лекций, и так далее, и так далее. И только после этого он может пойти в бесплатное кафе. И только те, кто делают все эти кипиари, могут бесплатно проживать в этой ночлежке, которая предоставляет запас или гугл. Но это же, вот опять же, если вы задаете правильные вопросы, то вам на них отвечают. Правильные ответы дают, да. Да, но если вы не задаете, и у вас, конечно, уши пухнут от той сладости, которая есть в работе в гугле, почему-то сейчас из гугла бегут все, кому только можно, да. И, соответственно, об этом тоже уже, я не знаю, только ленивый, по-моему, не написал, что там куча всяких недовольных, и так далее, и так далее. Потому что, когда времена были шоколадные, когда за это очень хорошо платили, люди готовы, но как только шоколадность времен заканчивается, что-то люди перестают быть довольными подобными кипиаями, подобными жесткими условиями, да еще и тем, что на вас давят политруки, и что ты, гаденыш такой, не очень ты любишь нас, да, и так далее. В нашей стране вся эта ситуация сводится к следующему, то, что, по крайней мере, с чем сталкивался я, что, если ты не выполняешь какие-то кипиаи, то, образно говоря, трахают не тебя, а трахают твоего руководителя. Вот. И, а что делает руководитель? У него нет политрука, у него нет возможности там снизить или повысить какие-то мотивации, и так далее. И этот руководитель, да, что он делает? Он может сделать только одно, он может или тебя уволить, ну, или тебя отмазать. Ну, собственно говоря, других вариантов, как таковых, нет. Это первое. То есть, нет нормальной системы мотивации по сравнению с тем, что есть на Западе. Ну, то есть, человек, в принципе, может спокойно сказать, я не поучился, и для меня, и он понимает, что никак это не отразится на его дальнейшей судьбе. А у нас, ты знаешь, кого-то, где у нас есть кипиаи по самообучению, где человек должен отчитаться, какие лекции он изучил и прошел. Есть, есть, Саш, такие, наверное, вот уже в некоторых... Ну, я не знаю, ты, может быть, знаешь, я не знаю, если, ну, окей. Но это тоже, ты знаешь, это тоже надо быть такими, с руководителем, с остальными. Ты понимаешь, о чем я говорю. Чтобы поставить такой кипиай и не распугать свою команду. Ведь команда, как только ты начинаешь ставить какие-то условия, начинает задавать другие вопросы. А насколько моя работа здесь адекватна? А насколько зарплату, которую я получаю, она адекватна рынку? Насколько я вкладываюсь в работу и получаю обратную связь от людей? И тогда возникают вопросы. Готов ли я еще больше вкладываться, чтобы и, например, брать на себя обязательства по личному развитию? Вот все, что ты сейчас сказал, сводится к очень простой вещи. Пока мне платят, я лоялен. Да. К сожалению, да. То есть, вот пока вы мне платите, я лоялен. Но вот с чего я начал, да? Что уже каждый десятый сегодня без работы, который вчера работал, да? И да, пока это банков, банков пока это коснулось в меньшей степени, но с банками здесь будет ситуация следующая. В отличие от кафе, например, банки будут просто закрывать, ну, в больших объемах, чем закрывали вчера. Ну, то есть, вообще, полностью. И по той простой причине, что банкам, ну, грубо говоря, не на что будет жить, да? Этих сейчас... Вклад... Вчера, вчера Кудрин. Я не знаю, вот кем им надо быть, чтобы сказать, что мы депозиты будем переводить в гособлигации, ну, по крайней мере, у него такие идеи, да? Идеи. Пока это понятно, это не законно. После войны, я помню, у бабушки был чемодан государственных облигаций, которые их заставляли покупать, потому что нужно было поддерживать страну. Да, да. Моя какая первая мысль, да? Сегодня срочно бежать в банк и снимать, потому что завтра я вместо своих денег получу какую-то облигацию, которую непонятно, что мне с ней как делать, а жить мне надо сегодня. Соответственно, ну, рушится будет, никуда это не денется. Опять же, вчера как, этот международный МФО, Международный валютный фонд? МВО дал прогноз по падению экономик в мире. Если в среднем в мире экономики упадут на 3-4%, то в России прогнозируется падение экономики на 10%. И, соответственно, сейчас добавить то, что сейчас происходит, и отправление людей в неоплачиваемые там, и так далее, и так далее, и так далее. А у людей-то в чем проблема? А кредиты? А многие, многие живут в съемных квартирах, да? А у многих есть неработающие родители, но там это можно перечислять, перечислять и перечислять. И у людей, у которых на сегодняшний день еще нет осознания того, что мы находимся реально в глубокой, в глубокой канализации, они думают так, ага, я вчера получал 120 штук, и мне, так сказать, хватало на кредит, на съемку. Кмартиру, на машину. Или на машину. Плюс у меня еще за полгода накапливались деньги, на которые я мог слетать в Таиланд и так далее. А сейчас что это? А что это меньше? Что это, ну, как бы. Мне в качестве аналогии переходит притча, да, старая притча, которую Пушкин в «Капитанской дочке» рассказал из уст Бессмертной классики нашей. Да, 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 главному герою «Капитанской дочке», этому Гриневу, которая, притча про Орла и Ворона, да, вот на сегодняшний день подавляющее большинство сотрудников особенно, особенно, так как я все-таки больше с отделами продаж, с коммерческими отделами и так далее был связан, они все вот из Орлов превратились в Воронов, то есть вот мне вот ах, мне меньше, чем 120 штук заплатили, значит, я работать не буду. Но, опять же, если мы сейчас говорим про регионы, это 50, там, там, не знаю, 40 тысяч, да, в Москве, там, это 100, там, и так далее, и, а воронов-то не осталось, не осталось тех, а почему их не осталось, а потому что вороны в, вот, есть разные периоды, есть период, вот, такого, относительной стабильности, и тогда вороны не нужны, потому что вороны хапают, потому что вороны грызут, потому что вороны нарушают правила, но приносят, и, кстати, я с этим очень сильно столкнулся, когда работал с тем же ОТП банком, когда была поставлена задача на, там, 20% увеличить у них объем продаж кредитных карт, и так далее, мы увеличили на 47%, именно за счет того, что вышвырнули нахрен вообще все это воронье, которое желает есть мертвичину, и которое вот как раз и говорит, а как это, а вот, ну, а почему так, да, вот, выкинули, за три месяца набрали новых, амбициозных людей, орлов, которые готовы рвать, которые готовы работать, и так далее, и мы столкнулись с проблемой, с проблемой такой, что служба безопасности, сказала, как в том старом мультфильме, да, то есть хватит, 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 нам больше не надо, горшочек не вари, да, горшочек не вари, мы просто больше, не можем, так сказать, эти, обрабатывать эти заявки, и так далее, можно увеличить, можно, но за счет орлов, да, то есть вороны не увеличивают, вороны поддерживают мертвичину, и сегодня нужны вороны, а где этих воронов взять, да, на рынке, потому что, и если вы этим сотрудникам покажете, я дам сейчас очень простой совет, очень простой совет, просто тупо каждый день, просто тупо каждый день, да, в любой отдел, который клиентский отдел, да, отдел продаж, и так далее, по 5-6 новичков нагоняйте, на стажировку, на 2-3 дня, да, чтобы ваши, вот эти вот, так сказать, поросшие мхом, старички, лесовички, которые привыкли, что им платят деньги только за то, что они есть на этом свете, а чтобы они увидели, что, а как-то меня могут заменить, и вы увидите, что у вас КПД резко скакнет вверх, просто от того, что рядом с ними будет сидеть 3-4 человека, которым нужна сегодня работа. я понял, смотри, тогда получается, что первый совет, и первый, как бы, результат нашего с тобой, нашего с тобой первого разговора, это не забывать про использование страха, как мотиватора, который все древние раньше использовали, как основные инструменты, мудрость цивилизации возвращается, если ты прирос к своему месту, и ты думаешь, что ничего не изменится, знай, что рядом есть люди голодные, готовые работать, может быть, даже и за меньшие деньги, да еще и с большим результатом, то есть страх потери работы, как мотиватор к саморазвитию, так? Один из, да, и я уверен, что сейчас уже, сейчас будет миллион людей писать, вот миллион будет сейчас людей писать, что это не так, и так далее, и тому подобное, вот будут писать все те, кто хотят потерять работу, будут, ой, боятся потерять работу, будут писать все те, кто как раз по большому счету ничего не делают, а они будут пытаться доказать обратное, но здесь есть еще одна очень крутая фишка, о которой тоже мало кто задумывается, в сегодняшнее время, когда, образно говоря, денег нет, вот, но вы держитесь, денег нет, а людей-то мотивировать надо, да, есть мировой опыт, где сказано следующее, если денег нет, тогда мы про идеологию и про духовность, была материальная мотивация, нет, вот еще раз, идеология и духовность, они на какое-то время могут, причем на довольно длительное, там, возьмите, кстати, любые, любые, да, какие-то военные структуры, причем, опять же, во всем мире, да, то есть военные, режимы, хунты, революции, военные, да почему-то даже в Америке, то есть военные, они никогда не были супер богатыми людьми, да, то есть возьмем того же генерала Шварцкопа, который там победил Иран, ну в кавычках, да, ой, Ирак, он основные деньги заработал на лекциях, как он это сделал, а не на том, что он служил в Америке и стал генералом Шварцкопом, а вот, он потом несколько лет ездил по всей Америке, читал лекции о том, как он это сделал, и ему вот за это заплатили денег в конечном итоге больше, чем... За всю военную карьеру. Нет, я не знаю, не за всю, может быть, но тем не менее, заработал он очень-очень-очень неплохо, вот, поэтому, на чем держится любая армия, на чем держатся любые военные, на идеологии, да, и с этим ничего не поделаешь, на чем держатся все режимы, все структуры, где денег нет, или, грубо говоря, где не... Окей, не нет денег, да, наоборот, не хотят платить, принципиально не хотят платить, да, на духовности, да, то есть, соответственно, что вот мы не про деньги, а вот мы про духовность, и так далее, то же самое, вот мы не про деньги, а мы про то, что вот давайте мы сначала ставим номером один в России по продажам кредитных карт, и тогда мы будем говорить о том, чтобы вам раздать медали, и так далее, и так далее, вот это тоже очень круто работает, то есть, если с деньгами проблемы, переходите в плоскости, да, в плоскость идеологии, в плоскость духовности, в зависимости от того, какой у вас бизнес, и так далее, то есть, сейчас, кстати, на духовности можно очень много сделать, что мы шьем маски, и помогаем больным, там, но я сейчас, конечно, утрирую, пусть это будет, так сказать, немножко звучать, как кощунство, но тем не менее, да, денег за это не просите, но за то мы помогаем другим, да, слушай, ну, тогда получается, что, о чем ты сейчас говоришь, в ситуациях, когда резко сжимается рынок, и мы называем эту ситуацию кризисной, для того, чтобы компании выжить, ей нужно перестать бояться, использовать разную палитру инструментов, в том числе, первое, напомнить о страхе увольнения за невыполнение, или за некачественное выполнение работы, и показать, что есть гораздо много людей, которые готовы прийти и работать, это первое. Второе. Я бы добавил, не просто за некачество выполненную работу, а за то, что ты не перевыполняешь эту работу. То есть, ты просто работаешь, но не стремишься сделать больше. Да, ты не стремишься сделать лучше, потому что, ну, окей, ты, ты мне делаешь, там, не знаю, 95% плана, да, обычно делают там 70, то есть, если брать по KPI, то обычно 70%, там, 75% это как бы норм по, ну, по больнице, да, а вот посмотри, а вот есть вот другой, а у него уже за три месяца кредиты не плачены, а ему вообще жрать нечего. То есть у человека внутренняя мотивация к действию за счет серьезных, нависших над ним проблем будет заставлять его бегать в три раза быстрее, чем любого другого, у которого таких проблем нет. Не все, далеко не все. Огромное количество, ну, то есть, смотри, еще раз, вот сейчас пришел кризис, да, и вдруг все, все захотели гулять по утрам, захотели бегать, захотели помогать родителям, и они все думают, как это меня не пускают бегать, как это меня не пускают гулять, там, а что вы раньше-то этого не делали? Ну, то есть, вот, то есть, когда у человека забирают возможность, ему сразу начинает ее хотеться. Фишка в том, что подавляющее большинство, невзирая ни на что, оно просто будет недавно, то есть, они будут говорить, вот там Дусенко-Белановский банк меня уволил, они оба геи, они там занимаются какими-то непотребными вещами у себя в кабинете, и тратят все наши деньги на секс-игрушки, и мы остались без работы, потому что... тоже не с такими предложениями, а то пойдет, пойдет информация. И они будут сидеть, они будут ныть, они будут скулить, они будут ждать, когда государство им выдаст какие-то... А сейчас все говорят, вот, в Америке выдали по 1200 долларов. Ребята, вы в Америке, были кто-нибудь из вас? У них у всех кредитов на 30 лет вперед! Эти 1200 долларов, это покрыть, ну, в лучшую... Если у тебя дом, то ты не покроешь, там, в месяц 4-5 тысяч долларов ты должен только за кредит и платить в этот дом. Я уже не говорю про то, что есть еще машина, я не говорю про то, что есть еще дети с обучением, где все образование, практически все образование планы. Все кредитное. Соответственно, вы понимаете, что для них эти деньги, ну, то есть, для большинства наших людей, там, 5000 рублей, это будет абсолютно сравнимо с тем, что им там раздали, там, по 1200-1800 долларов. чуть-чуть схлопнемся, схлопнемся чуть-чуть, смотри, давай так, то есть, получается, еще раз подведем итоги. В ситуации, когда кризис, нужно вспомнить о том, что есть такое понятие эффективность, и не бояться увольнять неэффективных людей, не увольнять тех, которые не хотят серьезно работать и превышать поставленные планы. Те, кто хотят отсидеться, в наше время сегодня, это баланс, потому что рядом есть много людей, которые хотят работать. Второе, это идеология. Идеология, которая сейчас, можно ей воспользоваться, для того, чтобы на время приглушить вот этот вой о том, что заплатите мне больше, иначе я работать не буду, дайте мне больше денег. Нет, вот мы сегодня работаем с идеологией, и здесь опять же появятся те люди, которые будут готовы это принять, и появятся те люди, которые не захотят это. Соответственно, опять произойдет ротация людей, и компании могут очень быстро сейчас обновиться. Вопрос, насколько это совпадает с внутренним убеждением собственников и владельцев, но, когда перед ними стоит возможность либо быть выкинутым с рынка из-за того, что компания обанкротилась, либо принять какие-то непопулярные в настоящий момент меры, которые в ситуации стабильности они обходят стороной, но зато выжить. Вот как ты думаешь, будет ли разворот философии собственников от гуманистического менеджмента к такому жесткому менеджменту? Кину тухлый помидор в собственников. Не будет. По той простой причине, что подавляющее большинство собственников полностью удалены от оперативного управления. Они смотрят на цифры. А цифры это есть такие, скажем так, инструменты, которые можно тасовать по большому счету так, как угодно. вообще вопросы статистики, да, статистики, это очень невнятные вещи, потому что, ну, скажем так, реальная значимость параметров в учетах статистики, ее знают очень-очень малое количество людей. и подавляющее большинство людей, которые на сегодняшний день делают эту статистику, они ее делают по тем, грубо говоря, указаниям сверху, которые им даются, а не адекватно. Ну, то есть, чтобы цифры выглядели привлекательно. Да, это первое. Второе, то, с чем я сталкивался в свое время, когда проводил различные программы для, в том числе, банков, если уж говорить про банки, да, я работал и с Фосбанком, и с ОТП-банком, и с Тинькофф-банком, где-то я помогал развивать региональные филиалы, где-то я работал непосредственно с центральными офисами и так далее. Проблема в чем? Проблема в том, что есть Вася Пупкин, который отвечает за, например, прирост количества сделок, да, за увеличение продаж. И приходим к Васе Пупкину и говорим, окей, Вася, я могу увеличить продажи минимум на 20%. Что делает Вася? Ничего. Почему? А, потому что Вася, а как он пойдет к руководству? Он придет и скажет, ребята, извините, тут ко мне какой-то Рома Дусенко пришел, говорит, он может мне увеличить продажи на 20%, а ему собственно скажет, а нахера ты-то нужен? А мы за что теперь платим? что ты сидел так долго и никак не мог это все сказать. И он никуда не пойдет. Он никуда не пойдет. Мало того, что он не пойдет, он еще обольет говном тебя, причем так хорошо, из ведра там и так далее. И он будет доказывать, что все твои нету. Мы опять же возвращаемся к той самой нашей главной мысли о том, что люди, которые сидят, они засиделись. здесь вопрос другой получается. У нас время наше подходит к концу. Я просто хочу сказать о чем? Что сегодня нужно очень точно и внимательно подойти к любому исполнителю вашей компании. Посмотреть на него другими глазами. Не в плане того, что вы реализуете социальную миссию с точки зрения предоставляя возможность работы этому человеку. Да, это неплохо, но самое главное, чтобы этот человек развивал вашу компанию, двигал ее вперед, перевыполняя поставленные задачи. И своим поведением не был токсичным, говоря о том, что нужно работать, хорошо работать или плохо. И для этого, как ты сказал, есть несколько инструментов. Первый, возможность замены или которые на время может заменить денежное вознаграждение и, как следствие того, не верить напрямую цифрам, которые люди, привыкшие делать их в том формате, в котором они делали это раньше, преподносили вам, как собственнику, эти цифры в том изложении, что казалось бы, что все идет нормально. Вот, давай подведем короткий итог. Финальный тогда кейс такой просто приведу, чтобы было понятно, что у собственников, у высших руководителей и так далее, у них зачастую просто связаны руки. Я в свое время работал с компанией, это крупнейший поставщик производственной кожи по России. то есть производственная кожа, это там для диванов, там, для кресел в автомобиле, там, еще куда-то и так далее. Вот, и когда мы разбирали структуру действий, структуру продаж и так далее, и так далее, выяснилось, что за продажи отвечает человек, который, ну, мало того, что некомпетентен, так он еще и по большому счету ничем не занимается, просто живет какой-то своей жизнью, появляется на работе два раза в неделю с вопросами, ну, что у нас там? Как тут у вас дела? Вот, да, как тут у вас дела? И когда я собственнику задал вопрос, я говорю, слушайте, а почему он занимает эту должность? В какой причине, собственно говоря, этот человек вообще здесь находится? Потому что в вопросах продаж он разбирается ровно так же, как я разбираюсь в запусках космических кораблей. Он говорит, ну, когда был кризис 2008-го, он единственный, кто от меня не ушел. То есть доверие? И я знаю, что он меня не кинет. Я его держу не потому, что он профессионал в продажах, а я его держу потому, что он всегда сделает то, что надо мне. Ну, все, как занавес. Таких примеров очень много. Примеров очень много. Брат, сват, муж, жены, и так далее, и так далее. Я знаю, что он меня не кинет, я знаю, что он выполнит любой мой приказ, который я дам, а вопрос его профессионализма меня мало волнует. И вот, пожалуйста, еще один из примеров. Окей, тогда давай подведем итог. Спасибо тебе большое за сегодняшний эфир, было очень интересно. Мы вспомнили, мы вспомнили... Пишите вопросы, вопросы, вопросы. Романа Зусенко, пишите... Мы вспомнили о том, что есть простые инструменты, которые им нужно вспоминать. Это пилотная серия, как мы напоминаем, и нам очень важна ваша реакция обратная, друзья. Если вам понравилось, интересно, пишите вопросы, и мы будем делать такие эфиры регулярно, рассказывая не только об опыте Александра и его вот непосредственных, как бы, таких вот изложений, но мы будем с ним спорить. Мы будем рассказывать взаимные кита-кейсы, рассказывать друг другу, и превратим наш вот этот эфиры в такие практические кейсы, чтобы вы могли четко прям раз, два, три пошли, сделали, на следующий день пришли и нам сказали, слушайте, не работает. Ну-ка, давайте-ка расскажите заново, о чем там это происходит. Спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой пообщаться. Да, самое главное, побольше комментариев, что это за хрен с горы в красной рубашке. Вот таких комментариев побольше пишите Роману, он очень любит отвечать, и он каждому из вас ответит. Спасибо вам огромное, что вы нас слушали, надеюсь, вас, по крайней мере, хоть чуть-чуть это задело, то есть наша задача была немножко вас задеть и стурмошить. А вот конкретные советы, конкретные разборы кейсов, как только что сказал Роман, будем делать уже в следующих эфирах, если они вам будут интересны. Да, пока. Спасибо. Всем пока-пока, всем спасибо.